Всем привет! Сегодня у нас новое видео по ETS2 и сегодня у нас новый обзор мода на версию 1.46 для ETS2 И сегодня у нас на обзоре легендарный Renault Magnum Это у нас мод от Knox, мод уже довольно старый, но очень классный, поэтому я решил сделать обзор на данную модификацию Ссылка на данный мод будет в описании, мод абсолютно бесплатный, можете перейти и скачать Здесь у нас сразу собрано в автосалоне много комплектаций различных, низкорамники, трехосные, грузовики двухосные И также у нас есть тандем шасси, на него мы сегодня внимательно посмотрим Ну давайте начнем с какой-нибудь обычной комплектации и посмотрим, что у нас есть именно для тягача по тюнингу У нас тут несколько вариантов кабины, но по сути это у нас одна и та же кабина, но можно выбрать матовую Правда так визуально сильно нету отличия или можно взять в черном варианте Ну что же, давайте оставим обычный вариант и будем смотреть По шасси здесь у нас 4х2, 41,20, я так понимаю, что это длина А здесь у нас немного опущена задняя ось А здесь у нас, наверное, опущены две оси Далее у нас есть 6х2, 6х2х4 это у нас под тандем Хотя нет, даже вот такие крепления, они идут даже больше как под контейнер Вот, и здесь у нас есть 6х4 Так, ну давайте пока что оставим какой-нибудь, ну такой вариант и посмотрим, что у нас идет дальше Я поставил еще дополнительный аддон на звуки от Cream Bound Это более качественные звуки моторов DXI для Renault Magnum А здесь у нас есть как стандартные двигатели, так и чипованные То есть, вот, к примеру, у нас 577 DXI 13, EUR5, чип-тюнинг на 577 лошадиных сил Я так понимаю, что это чипованный на 520 Ну и здесь есть на 615 лошадиных сил и на 677 Ну давайте мы этот грузовик, наверное, не будем смотреть в самой игре Мы уже посмотрим на тандем Здесь, в принципе, какой двигатель выбирать нам неважно Здесь у нас есть коробки различных передаточных чисел 285, 264 Далее По салонам давайте посмотрим, что у нас здесь есть У нас их тут много Обычный, абсолютно стандартный салон, который у нас есть в игре Дальше у нас Road 66 У нас добавляются коврики Меняется сидение И также можем, кстати, залезть на верхний спальник Ну, правда, залезть с него мы не можем Вот такая вот интересная комплектация Очень симпатично все выглядит Такой вот вариант с темными сидениями Тоже Road 66 Легенда Здесь у нас черная панель Но это на любителя Renault Trax Racing Здесь у нас с красными вставками Такую под гоночную тематику Road 66 Denim Edition В сине-коричневом варианте Ну, тоже на любителя Эксклюзив Здесь у нас белая панель Вставки под дерево Белые сидения Дальше Platinum Как по мне, самая классная панель Самый классный салон Такие вот коричневые сидения Тоже у нас логотип Road 66 Далее Deluxe Также интересная панель Здесь у нас черная Здесь такое более светлая И Deluxe UK В принципе, все Ну, здесь давайте оставим Какой-нибудь Такой вот вариант В принципе, нам особо сейчас не важно По раскраскам У нас много стандартных цветов Можно выбрать Огромное количество Здесь у нас есть Скин компании Rezo Металлики Также есть Под этот грузовик Причем есть Кастомные металлики То есть вы можете Сами тут уже Поднастроить Какого цвета Грузовик вы хотите Далее Далее Еще скины Такой вот скин Скин компании Darker Trans Далее Двухцветный Скин И Обычный Такой вот Черный цвет Рено Magnum Тоже в нескольких Исполнениях Под Металлик Матовый Я так понимаю Какой-то Тень Особо Непонятно Кстати, чем они Отвечаются А, ну цветом Они отличаются Да, этот более Такой Вот фиолетовый Этот более серый Так, ну давайте Оставим Какой-нибудь Такой вариант В принципе Остальной Тюнинг Мы Посмотрим Уже на Тандеме Сегодня я хочу Собрать Шасси Тандем Здесь можно Единственное Посмотреть Что у нас Сзади Кастомные Различные номера Причем можно Американские Номера Поставить Здесь у нас Ресиверы Здесь у нас Башмаки В принципе Это у нас По салону Здесь Дополнение А, это Вебаста у нас А здесь Огнетушитель Да и в принципе Все Как-то так Выглядит Сам тягач Ну а сейчас Давайте Перейдем К тюнингу Тандем Шасси Тут Очень На самом деле Все Интересно Я так Не совсем Понял В чем Отличие Этих Двух Кабин Какая-то Матовая Я так понимаю Вот это Но она Тоже не особо Матовая Сложно Сказать Здесь у нас В принципе Все тоже И самое Просто Здесь уже Собрана Комплектация Под тандем Ну давайте Оставим Такой вот Вариант Который Нам Предлагают И давайте Возьмем Чипованный Двигатель Раз уж так Посмотрим Как он звучит На 577 Л.с. Далее Трансмиссию Мы возьмем На В принципе На 2.85 Или на 3.08 Давайте возьмем Нет Давайте на 2.85 Здесь Хотелось бы Взять Панель Пола Платину Самая классная Наверное По раскраске Также у нас Здесь Получается Красится Отдельно Кабина И отдельно Сама Будка Но Не совсем Понятно Как ее красить И где Это вообще Найти Или это Должен быть Отдельный Какой-то Скин Чтобы Красить Кабину Решил я Все-таки Выбрать Вот такую Вот раскраску И сейчас Мы будем Смотреть Что же У нас Тут По тюнингу А тюнинга Здесь У нас Очень Очень Много Снизу Снизу У нас Все Эти Трубы Это У нас По стандарту Здесь Можно Поставить Брызговики Рено Далее Опять же Все Эти Номерные Знаки Здесь Таблички АДР Закрытые Открытые Тир И Для Негабаритных Перевозок Здесь У нас Аналогично Все Ну Давайте Поставим Закрытую Табличку Далее Здесь У нас Все Стандартные Кенгарятники И трубы Здесь Можно Выбирать Переднюю Маску Матовая Грилл Блэк Краска Грилл Или Матовая Ну Вот Она Вроде Матовая Вроде Не особо Это И Понятно Давайте Подкраску Возьмем Почему Бо И Нет Здесь Можно Хромированные Поставить Такие Элементы Наверное Не будем Это Делать Здесь У нас Далее Здесь У нас Тоже Можно Повесить Таблички Или Что-то Такое Это У нас А Это У нас Да Бампер Матовый Или Подкраску Или Вообще Пластиковый Вариант Можно Выбрать Здесь У нас Вот Эти Все Наклейки Л Ш И Таблички Ну Давайте Л Поставим А Вот Здесь Вот У нас Меняется Сам Фаргон Либо Обычный Это Я так Понимаю С Дефолтного Полуприцепа И Скины Компании Это У нас Бортовой Вариант Я так Понимаю Изи Шторы У нас И Тоже Различные Скины Компании Я так Понимаю Да Можно Поставить Изотермическую Еще Будку Ну Она Выглядит На самом Деле Тоже Очень Такие Неплохо Жаль Что Нельзя Именно Вот Покрасить В какой-то Цвет Я так Понимаю Ну Да Ладно Давайте Перейдем Дальше Что У нас Здесь Сверху Это У нас По Салону По Салону Здесь Различные Маячки Можно Поставить Давайте Оставим Эти Здесь Слайдбар Здесь У нас Дудки Можно Поставить Почему бы И нет Пусть Будут Конечно Минус Что У нас Видно Точки Которые В салоне Это Немного Дезориентирует Немного Неудобно Это У нас Магнум А Это У нас Вот Эти Лампочки Здесь Различные Подножки Обычные Я так Понимаю Что Колеса Далее Здесь У нас Можно Поставить Или Вот Такие Вот Юбки Или Защиту Или Вообще Убрать Ну Давайте Оставим Защиту Колеса У нас Все По стандарту Здесь Ну Там Огнетушитель Дальше Вебаста Телевизор Это У нас Уже Салон Сзади У нас Номера Здесь Тоже Башмаки Можно Черного Цвета Поставить Тут У нас Идут Крылья Открытые Закрытые Под Цвет Различные Варианты Ну И В принципе Я так Понимаю Что У нас Что У нас Еще Может Здесь Меняться Зеркала Естественно Пластиковые Причем Вот Есть Вариант Немного Отодвинутый Я так Понимаю Ближе В начало Грузовика Для чего Это сделано Кстати Непонятно Под краску Под хром Все эти Варианты Как обычно Здесь У нас Козарек Здесь У нас Салон Да В принципе Мы Все Уже Посмотрели Давайте Перемещаться В салон Так Ну Здесь У нас Тоже Очень Много Всего Интересного Начнем Мы С того Что Можно Здесь Повесить Телефон Либо Обычные Навигации Либо С какими-то Заставками Обоями Или Обычные С Сисло Навигаторы Ну У нас Здесь Есть Свои Гармины GPS Большое Вот Такие Полупрозрачные Варианты Давайте Возьмем Такой Вот Вариант Далее Здесь У нас Все Аналогично Можно С двумя Навигаторами Ехать В принципе Далее Здесь У нас Различные Вонючки Все Ну Или Какие-то Ёлочки С Сисло Здесь Можно Повесить Как Кнопочный Телефон Можно Повесить Вот Эти Вот Все Телефоны Или Поставить Себе Навигацию Ну Давайте Выберем Какую-нибудь Заставку Посмотрим Как это Будет Выглядеть Здесь Почему-то Ставится Только Компас Ну Дальше Сейчас Посмотрим Что Еще Может Ставиться Здесь У нас Из Сисло По Центру Оплаты Дорог Далее Здесь Вот Эта Полоска У нас Защита От Солнца Флажки Можно Повесить Сисло Все Эти Флажки Тоже Здесь Вешаются Без Проблем Далее Здесь У нас Все Эти Шторки Они Естественно Ставятся Висячие Предметы В салон Давайте Какой-нибудь Кубик Повесим Ну и Далее Здесь У нас Тоже Сисло Какие-нибудь Таблички Можно Повесить Что-то Такое И Здесь У нас Очень Много Точек Куда Можно Что-то Поставить Или Повесить Причем Даже Сюда Что-то Можно Повесить И Уже Сюда Можно Поставить У нас Напитки Различные Не Все Конечно Подходит Ну Давайте Вот Так Ставим Здесь У нас Хромированные Полоски Что у нас Еще Можно Где Что-нибудь Поставить Здесь Можно Что-то Поставить Здесь Ну Здесь Понятно Что-то Ставится Дальше На пол На сидушку Причем На сидушку Можно И так Поставить Дальше Что у нас Тут На сиденье Здесь Сумка Подушки Различные Здесь У нас Телевизор Посмотрим Будет Итти Или Нет И Здесь Куча Всяких Различных Интересных Плакатов Причем Гармановские Плакаты Треношные Ну А Есть И Собственно С Реном Магнумом Кстати Вот Она С Реном Магнум Так И Здесь У нас Ставится Рация Можно Поставить Что-то На пол Или Вот Здесь Вот Так Здесь Шторки Еще У нас Есть Можно Такие Вот Закрытые И Сюда Можно Положить Например Какой-нибудь Одеяло Вот Такой Вот Тюнинг В салоне Также Кстати Руль Менять Нельзя Он Меняется Только С Выбором Самого Салона Так Вот Такой Вот Грузовик У нас Получился Давайте Смотреть Дальше Вот Так Грузовик Выглядит В ВГ К сожалению Вот Мы Попадаем Получается За Кабину То То есть Недоделка Какая Небольшая Но В целом Конечно Выглядит Он Очень Достойно Очень Классно Также У нас В моде Почему-то Нету Прицепа На Этот Грузовик И Также Надо Пробовать Надо Смотреть Какие Прицепы Можно К нему Прицепить И Можно Ли Вообще Но Здесь На самом Деле Даже Непонятно Подлезть Сзади Грузовика Посмотреть Здесь Даже Сцепного Устройства У нас И нет Скорее Все Он Не Зацепляется Грузов Под него Нету Надо Скачивать Какие-то Дополнительные Модификации Но Сейчас Давайте Посмотрим По Салону Вот Так Все Это Выглядит Можно Залезть В спальник Посидеть Посмотреть На Это Все Классно Конечно Сделано Можно Слезть Далее Смотрим У нас Тут Вот Так Вот Этот Телефон Выглядит Он Показывает Время Правильно Это Классно Далее Что У нас Тут Навигация Без Проблем Работает Новый Бортовой Компьютер Обновленный Гораздо Более Качественный Чем Настоящий ТВ Тюнер То есть Можно Смотреть Телевизор Или что Как Это Работает Непонятно Если Честно Как Он Должен Работать Ну Вот Такой Вот Бортовой Компьютер Выглядит Все Очень Очень Достойно Ну Сейчас Давайте Прокатимся Единственное Давайте Посмотрим Что У нас По Да Кнопки Анимированы Стекла Также У нас Опускаются Дворники У нас Должны Стирать Все Абсолютно Дефолтное Ну И Давайте Прокатимся На Этом Грузовике Напомню Что Мы Поставили Чипованный Двигатель И Наверное По этой Причине Коробка Работает Как То Максимально Странно С Нем Если Честно Ну Да Вот Как Видите Какие-то Очень Странные Переключения Слишком Много Мощности Я так Понимаю У грузовика Или Почему Так Происходит Ну Управлять Им Довольно Интересно Прикольно Ну И В целом Очень Такой Интересный И Качественный Грузовик Приятный Хочется На нем Покататься Возможно Запишу Даже Какой-то Рейс На нем В ближайшее Время Пишите Кстати В комментариях Где Мне На нем Прокатиться Так Мы тут Немного Проскочим Поставим Кройсконтроль И будем Завершать Это видео Пишите Ваше мнение В комментариях По поводу Этой Модификации Куда Мне на ней Съездить На этом Грузовике На сегодня У меня Все Ставьте Лайки Подписывайтесь На канал Всем Удачи Всем Пока